Лев и тигр – самые крупные хищники из семейства кошачьих. Лев в среднем весит 180 кг, тигр незначительно тяжелее и весит в среднем 190 кг. Их охотничьи навыки, можно сказать, одни из лучших в дикой природе. Кто же из них лучший хищник? Сегодня мы и узнаем. Мы вам представляем подборку лучших нападений льва и тигра на животных. В комментариях напишите, охота какого хищника вам больше нравится и почему. Начинаем. Здесь мы видим, как молодой жираф стал целью нападения львицы. Хорошая маскировка позволила ей максимально с близкого расстояния напасть на жирафа. Она мастерски запрыгнула на шею молодого жирафа и без труда повалила ее на землю. А здесь уже охота тигра на карликового буйвола, который в среднем весит 180 кг. Мастерский захват тигра и укус прямо в горло обеспечила бы быструю смерть, но здесь стадо помешало завершить охоту. Если зубы тигра вонзились в шейные вены буйвола, то он и так обречен на смерть и тигр может через время вернуться за добычей. Здесь мы видим, как стадо буйволов разбежалось во время нападения льва. Поймав молодого буйвола, лев устремился схватить горло. Непродолжительное сопротивление буйвола не дало никаких результатов, и лев без труда завершил охоту. Далее тигр наметил в качестве жертвы крупного кабана. Кабан опасное животное и любая ошибка при охоте может привести к серьезной травме. Кабан, увидев крадущегося тигра, побежал в его сторону с целью устрашения. Но тигр, мастерски увернулся от возможной атаки, зацепил когтями за ногу, тем самым сбив его скорость и совершил захват за шею. После продолжительной схватки, тигру все-таки удалось завершить охоту на опасного зверя. Далее мы видим, как Прайд гонит стадо антилоп в засаду. Потом появляется лев, который сносит жертву, попавшиеся ему в лапы. В следующем видео видно гиены сильно завлеклись едой, что не заметили приближающегося льва. За что один из них и поплатился. Далее мы видим две схожие нападения тигра на оленя. Тигр хватает жертву за ногу, для того чтобы она устала, затем быстро перемешается к шее жертвы и душит ее. А здесь мы видим как тигр выследил гаяла. Гаял это домашний бык, который в среднем весит 500 килограмм. Вначале гаял сам атаковал тигра, но безуспешно. Хищник быстро добрался до шеи жертвы и не оставил быку, никакого шанса. Жираф загорал на солнце в саванне. Лев незаметно подкрался и запрыгнул на жирафа, но не смог добраться до его длинной шеи. Жираф несколько раз предпринимал попытку встать на ноги, но лев умело тянул его на бок, и в какой-то момент жираф упал, а лев смог добраться до шеи жертвы. А на этом видео, лев напал на молодого бегемота, и сразу мастерски повалил на землю. Но вот не задача, у бегемота шея слишком толстая, а задушить за горло непростая задача. И он начал ест его живьем. Следующей жертвой тигра, также стал кабан. Здесь молодой тигр затаился, и ждал удачного момента для нападения. Пару длинных прыжков, и кабану тигра в зубах. Но чтобы убить ее, тигру придется постараться, так как шея у кабана немаленькая. Далее мы видим нападение львиц, на импалу и антилопу. Здесь она действует умело, и не оставляет никаких шансов им. При нападении на животных, у которых масса не очень большая, они действуют уверенно, и быстро расправляются с жертвами. А здесь мы видим эффектную охоту львицы, она практически поймала жертву на лету. За такой прыжок можно и лайк поставить. Далее мы видим нападение льва на слоненка. Обычно, детенышей слоны всегда держат рядом чтобы защитить. Но здесь слоненок оказался один, и льву ничего не стоило повалить его. А здесь мы видим охоту тигра, на взрослого болотного крокодила. Крокодил не успел за скоростью тигра. А тигр умело схватил его за шею, заблокировав все движения. А здесь мы видим как тигр увернулся от нападения крокодила во время охоты. Здесь уже молодой тигр поймал оленя, и изрядно потрудился чтобы убить его. Ну что друзья, охотничьи навыки какой кошки вам больше понравились и почему? Ответ напишите в комментариях. На этом у нас все. Спасибо за просмотр и не забудьте подписаться на канал.